а что я делаю я готовлю нам завтрак с дочкой и по рецепту там подружкиному да ну мы это уже делали но делала дочка а сейчас делаю я ну и у нас стучат здесь как всегда новостройка что поделаешь куда деваться приходится снимать в экстремальных условиях для того чтобы вот этот лаваш он был хрустящим его можно немножко подольше подержать на низком огне на медленном огне и он тогда становится хрустящая внутри там сыр яйцо и зелень очень вкусно завтрак уже готов сейчас будем кушать смотрите какой красивый закат солнышко садится такое красное прямо мне нравится люблю закаты и рассветы всем привет мои хорошие начинаю новый влог я уже опять у дочки как видите да недолго я там дома побывала но в общем-то поснимала необходимые видео и приехала сюда уже монтировать так что будем снимать дальше продолжение будем снимать здесь а что я сегодня делаю сегодня я монтирую целый день дынечка у нас садике вчера он один день садике не был потому что он покашливал мы решили дома его немножко подержать один день хотя бы посмотреть понаблюдать ну в общем чуть-чуть только покашливал ничего страшного сегодня он пошел в садик и все прекрасно вот ну а мы сегодня я сегодня целый день монтировала доча целый день сегодня снимала в общем конец недели рабочий завтра уже выходной и что уже мы будем делать выходные не знаю никаких планов пока нету ну по крайней мере а дочка сказала она знает что я буду делать выходные а я что-то задумалась такая скажи я буду дома сидеть она сказала но то что я буду дома сидите в этом даже не сомневаюсь у даже нету никаких мыслей чтобы куда-то из дома выходить я очень не люблю куда-то двигаться мне дома хорошо я буду дома с день сидеть вот ну а что дочка будет делать так вот именно что она никуда не уходит и никуда не вытащить поэтому ну как-то предсказуемо все и выходные а что я буду делать дома сидеть я готовить готовить что ты любишь готовить и любишь убирать вы все это успокаивать тебе все это нравится с дэнни сидеть только вечером будешь по днем буду с ним гулять очень хорошо значит это да спокойно успею что-нибудь поделать мне надо постирать полы помыть что еще что-то надо приготовить на первое но ты можешь ничего не делать вот что вы понимали я вообще никогда ничего не говорю по мой баллы или что-то сделать и лично ее инициатива я к этому вообще честно говоря ровно отношусь у меня вообще нет никаких требований предпочтений там или еще что-то все что хочет что и делает я просто полную свободу она любит вот так я когда ничего не делаю если плохо начинаю чувствовать не такое впечатление что время идет и надо что-то делать а что делать не знаю дочка держит камеру хорошо но видите на балконе я без штатива я держу на весу камеру на трясется кому-то это не нравится те кто меня любит говорят все нормально спасибо заодно у меня трясутся руки или у меня уже стабилизация в руках ну не знаю в общем проверить у нее трясется ли не трясется скажите у кого более стабильна рука в общем девочки сейчас я тут тушу капусту любимую тушеную капусту сделаю быстро быстро хочу сказать быстро-быстро получается за и касса начинает но только не с колбасой как я обычно делаю а с котлетками я делала котлетки на пару но они немножечко суховатые вот когда они жареные они как бы живут как бы жирненькие сочнее да а когда они на пару немножко суховатый но для дочки это пп для меня это невкусно поэтому я их решила осталось 4 штучки решила закинуть в капусту и мы поедим с капустой да вот сортоперевод да ну все пошла я заканчивать эту капусту надо дочку быстренько накормить и отправлять детский садик за ребенком а я не помню в натуре такая красивая летом той камере только или она крашена то что посмотри как идеально накрашена и она крашена заш какая красивая да я вот видите но иногда крашусь но ненадолго потому что глаза начинают болеть и начинают краснеть знаешь мне все таки и кажется что я реально такая красивая ну а то есть же в кого правильно ну все пошла я капусту дожаривать да туда тушивать вернее тушу я тушу хочу мама приготовила вот мама приготовила тушеную капусту с котлетками на пару которые оставались их туда добавила и вот я люблю положить в сметанку а может быть бывает майонезик там легкий какой-нибудь тарелочку какой-нибудь майонез вот я очень люблю тушеную капусту я просто обожаю тушеную капусту колбаской или с мясом неважно вот дочка у меня обожаю тушеную капусту а я снимаю да ты же в спортивном ты только что занималась чем ты как гимне гимнастика это йога не йога ну что-то короче расслабон какой-то делал да ну попробуй как она там просто невкусно все я бегу уже кушать я хочу капусточку с котлетами это же должно быть вкусно очень я щас съем шишечки щас ты щас съем шишки ты щас съем шишки все защекотай маму защекотай всем доброе утро вот такое у нас утро выходного дня у нас суббота кофе попили проснулись внутренне кофе не пил но он взбодрился но проснулся начинаем дурачиться все волосы но я сейчас пока сижу еще кофе пью читаю комментарии ваши и пока еще ничего не делаю дыня любит макароны и без ничего со сливочным маслом все мультиками занят макароны есть ладно не буду мешать всем доброе утро смотрите какое красивое небо и прям солнышко встает и отсвечивает от дому симпатично ну как я не могу я же не могу не снять вам вообще пейзаж как как вот его не снять это ж красота небо смотрите какое симпатично и вот она мама чоли не накрашенная девочки очок красится вот мне пишите в комментариях там покрасите ресницы ламинировать брови у меня еще татуаж сохранился с прошлого года а чё я влог снимаю все время дома я куда-то выхожу очень редко мне в общем то вот эту красоту никто не увидит то что я там ресницы сделаю или там что-то сделаю но не хочу ничего делать вот какая есть такая есть вот хочу выглядеть какая есть не всегда красавица иногда накрашусь конечно красавица но когда я снимаю видео стационарно вот я сижу допустим там да и вот как фаберли показывают так на этот момент я могу накраситься и потом умыться а если снимаю повседневную жизнь то в общем то и краситься и не вижу необходимости я дома нахожусь меня никто не видит зачем мне вот эти мучения потом глаза болят у меня глаза болят не только от туши у меня еще глаза болят даже если я просто тоналку нанесу чуть-чуть тени уже начинает все равно через какое-то время болеть глаза щипят прямо режут а еще хочу сказать респект девочки тем у кого есть чувство юмора девочки и мальчики потому что я иногда в своих влогах люблю пошутить какие-нибудь словечки вставить типа крантики типа шли по молоточком отбивные и кто понимает мой юмор тем респект но кто не понимает ну жаль что могу сказать живите без юмора раз вы серьезные такие я не серьезная люблю пошутить девочки решила я сделать белую стирку с отбеливателем фаберлик который я вам уже показывала вот в обзоре да и у меня есть стиральный порошок тоже фаберлик для белого белья вот этот мальчика белая я ее сняла сушки она уже постирана но тут желтенькие пятнышки остались они не отстирались вот на других вещах тоже там небольшие есть какие-то вот пятнышки такие небольшие но вот это белая майка она одна у меня стиральной машинке будет и я хочу по ней вот определить насколько этот отбеливатель хорошо отбеливает ну по рекомендации написано нужно положить со стиральным порошком вот этот отбеливателем кстати с медной ложкой в общем я положу так пол половину ложки отбеливателя у меня белья там немного чуть-чуть белья и положу ну положу стиральный порошок я не знаю не полную ложку так так но я поставлю на режим хлопок на 60 градусов тогда я все таки наверное так как воды будет больше я положу наверное еще чуть-чуть вот так вот отбеливателя чтобы уже наверняка я не буду время стирки сокращать поставлю столько времени сколько там положено по времени пусть она стирается подольше при 60 градусах потом посмотрим отбелились эти пятнышки или нет все я ставлю хлопок вот 60 градусов 2 часа 50 минут долго конечно ну пусть стирается пусть отбеливается пока мое белье стирается я решила немножечко с вами поболтать девчата как я очутилась в дочке вдруг внезапно была у себя приехала сюда ну потому что дэня кашлял садике и мы решили один день подержать его дома понаблюдать и в общем то он у нас четверг побыл здесь несколько раз кашлянул за день ну в общем то никакого такого кашля ничего и потом пятницу мы уже повели его садик ну и осталась здесь потому что то что я нас снимала у себя дома мне монтировать все равно где сидеть за компьютером целый день в общем то пятницу дочка снимала целый день я монтировал свои видео целый день и и ничего в принципе и не снимала в тот день а вчера была суббота да кстати в пятницу вечером у дочки очень сильно заболело горло вчера я пошла в аптеку купила фуроцелин и что там не месила на попросила ну противовоспалительное но вообще фуроцелин я хочу сказать меня спасал всю жизнь я помню с молодости как-то одна врачица мне вот посоветовала фуроцелин этот у меня болело горло очень сильно и я полоскала целый день она сказала целый день полоскайте хоть через час ничего страшного еще такое знаете вот в таблеточках такой вот бумажный как он называется блистер или что дешевые таблетки были и там просто мы разминали вот этот таблеточку фуроцелина и на пол стаканчика воды теплое полоскать горло но она облегчает вот глотание и снимает воспаление такое вот хорошее антисептическое средство ну вот она снимает боли и противовоспалительное такое средство в общем такое знаете я средство открыла еще давно и детям тоже всегда советовала это лучше чем всякие пшикалки там или что в общем дешево и корица надежно да фуроцелином полоскать горло снимает боли все это воспаление дочка вот вчера уже полоскала и у нее уже горло не болит в общем уже на себя чувствует хорошо уже мотала сегодня в магазин а что еще в аптеке я вчера услышал разговор передо мной зашла женщина она видно тоже аптекарь сама по себе но видно из другой аптеки и она вот у фармацевта которая продавала спросила маски то я ответила что масок нету и не могут их закупить ну вот этот вот видно может быть ажиотаж и при том что я так поняла что там какие-то требования может быть санэпидстанции иди кушай макаронки вот та боялась проверки она говорит если проверка придет нас могут закрыть и нам вот нужны маски чтобы мы могли в масках работать продавать вот ну та сказала масок нету и закупить мы не можем то есть вот по всему городу ни за какие деньги закупить маски мы не можем ну вот у нас вот как бы с масками так поняла проблемы ажиотажа никакого нигде в магазинах нету если кто-то спрашивает я вчера захотела в магазин пятерочку купила там необходимые продукты в магазине народу как обычно берут продукты как обычно никто ничего не скупает в запас ничего никто не берет то есть у нас спокойно а сегодня еще я заглянула уже так интереса радио раз уже я смотрю в комментариях такие вопросы задают я заглянула в интернет посмотрела обстановку говорится ситуацию в нашем городе в городе ростове-на-дону я живу по поводу коронавируса были ли какие-то вспышки заболевшие так далее ну и в общем эта информация которая получила это то что у нас на карантине находилось 46 человек это были приезжие из-за границы их проверяли и в общем коронавируса не выявлено то есть в городе ростове-на-дону у нас на данный момент ни одного заболевшего нету так что в общем то у нас пока тву 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 спокойная обстановка и все нормально а сейчас я смотрела ролик алекса брежнева по поводу коронавируса ситуации в америке как там идет ажиотаж и скупают вот в торговый центр костка там у них гипермаркет костка и там скупают все подряд туалетную бумагу салфетки там в общем воду продукты в общем что все 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 люди там стоят в очереди в такой очереди он показал там километровые там несколько километров очередь люди ставят с тележками чтобы не знаю там попадут ли они в этот день или может быть вообще на следующий день будут еще стоять я смотрю мы с дочкой смотрели я говорю смотри представляешь такой очереди стоять не в туалет не отойти не покушать ничего это надо стоять но это вот такой ажиотаж то есть там где-то слушал прошел и народ кинулся быстренько скупать продукты но я думаю это просто паника это рассеивает панику потому что вот в интернете я посмотрела не ничего такого сверхъестественного нету все нормально в общем но как бы там может быть где-то там есть какие-то там заболевшие но это не сказать что это прям уж такая прям эпидемия эпидемия да у нас грипповые эпидемии там бывают же периодически сезонные эпидемии но это может быть там чуть больше заболевших не вижу необходимости там что-то паниковать что-то покупать в общем но мне кажется в россии у нас обстановка с этим вопросом вообще состоит как бы нормально это может быть там в каких-то странах определенных там больше заболевших и там умерших людей но я думаю в россии у нас как бы спокойно все с этим делом так что не паникуйте мои дорогие я думаю все нормально и думаю у нас будет все хорошо вот ну а сейчас у нас просто идет обычная повседневная жизнь в общем я дома с внуком сижу дочка в магазин поехала в общем то ничего такого не происходит чтобы было что снимать поэтому я не снимаю я вчера в общем практически ничего не снимала и сегодня тоже наверно как-то особо ничего снимать не буду ну вот решила протестировать кстати вот этот отбеливатель да и мне само любопытно и заодно решила вот это вам снять а так в общем то если что-то будет интересное конечно подсниму но в принципе пока вот ребенок дома особо он не дает ничего снимать и ничего такого особо не происходит поэтому этот влог у меня затянется я я его начала еще вот когда так вот по чуть-чуть как-то вставляю но что что получится то получится влог снимаю процесс идет я вам показываю обычную нашу повседневную жизнь кстати говоря комментарии посидела почитала и там прошлый влог я говорю крантики говорю отбила молоточком отколотила от колошматила молоточком отбивные но я же шучу мои дорогие я люблю пошутить я люблю какие-нибудь словечки такие вставить словечками такими разбавить может быть такую нудный какой-нибудь рассказ да а если я буду правильно выражаться литературным языком да вы же заснете заскучаете в моем видео я сама засну мне будет неинтересно вот поэтому я люблю какой-нибудь словечко неправильное вставить ну так вот для для веселости я с юмором к этому отношусь и очень люблю людей с юмором вот кто пишет кому нравится это это мои люди вот когда я прихожу куда-нибудь в какой-то офис или провожу с кем-то какие-то деловые разговоры ну тогда я понятное дело правильным литературным языком пользуюсь а в обыденной жизни я люблю шутить и люблю немножечко слова какие-нибудь поковеркать мне так весело девочки ну вот моя стирка закончилась и вот это вот майка на которой мы держали ориентир да но в целом побелела все белье то есть вот это светлое белье и стирала в целом она все побелела стала светлее и вот тут вот желтенькие пятнышки были но вот я их с трудом с трудом различаю где они были то есть они намного осветлились отбелились можно сказать и в целом в общем то я довольна стиркой а я думаю что после его повторной стирки еще тоже вот в таком же плане с этим отбеливателем все даже там где еще может быть осталось уже точно они отойдут но в целом вот все маечки они стали чистые без пятнышек все очень прекрасно полотенчика совершенно беленькая вот тоже нигде никаких пятен не осталось вот эта майка тоже вот эта майка дочкина белая я там тоже наблюдала пятнышки вот где-то 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 были там пятнышки но сейчас я все рассмотрела внимательно я уже не нахожу этих пятнышек которых были их уже нету даже вот эти детские носочки ребенок бегает по полу и они вот тут вот темнеют они не всегда отстирываются при обычной стирке а сейчас они вот тут отбелились и уже пяточки носочки чистые то есть отбеливатель в принципе хороший и очень он мне нравится рекомендую берите пользуйтесь все майки все чистые нигде ни одного пятнышка нету всем доброе утро мои хорошие ну вот я и приехала обратно домой сегодня понедельник мои уже хорошо себя чувствуют и дырничка садик пошел и дочки уже получше горло уже не болит поэтому я вернулась домой сегодня собираюсь отдыхать ничего не хочу делать я приехала чудо так расслабилась и поэтому я хочу видео сейчас на этом завершить для того чтобы я смогла его смонтировать и вам поскорее его выложить а вот завтра уже новый день и с новыми силами я хочу снять вам видео следующие ну не буду говорить какое завтра утром проснусь и по настроению уже будем смотреть какое видео завтра и для вас сниму кстати у нас пришло похолодание я знаю что в москве там вообще снегопад был мне даже сегодня снегопад снился вообще но снегопада нету конечно но все-таки у нас ночью минусовая температура днем сегодня плюс 3-4 градуса ну и вот несколько дней должна такая температура продержаться и мне хочется залезть под одеялко включить какой-нибудь сериальчик на целый день и валяться ничего не делать отдыхать сегодня ну вот на этом я хочу завершить это видео кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан и до новых встреч пока пока до новых встреч пока Продолжение следует...